Творческое объединение Александра Невзорова представляет репортаж. Слушай, так это вы вот этот белый домик зацапали? Ну, брали, значит, наши, наша часть брала, а мы поддерживали снайперами огнем. Ты, говорят, большой специалист по снайперам? Ну, не очень большой, но по мере своих сил. Ну, за вчерашний день, к примеру, чтобы не выдавать военную тайну, сколько? За ночь, значит, пулеметчик, два снайпера. А вы что за часть такая? Какая-то грозная. Грозная. Что за часть-то? ДШБ, что ли, какой-нибудь? А? Ну, а кто, кто? Это нас. С нашей точки зрения, с нашей точки зрения, она справедливая и правильная. Война? Иначе, да. Иначе, если сейчас отдадим Чечню, потом будем колоть... Слушай, а... А что от этих солдат? У меня снайпер, у которого 5,5 зрения. И глухой, блядь. Мина 3 метра рвется, он не слышит. Его снайпером в штатную должность записали. Три дня назад подразделение скомплектовали, сюда отправили. С кем воевать? Как в бой в городе, не знают. БМП-3 идет. Горит, блядь, экипаж не выходит. Толкист подъезжает, закрывает своей броней. Говорит, мужики, с***йтесь, вы ж подбиты. Еще не горите. Они не вылезли, блядь. Танку, блядь, снаряд залетел под погон, ушел. БМП сгорело вместе с экипажем. Что? Кто обучал? Зачем это все надо, блядь? Сука, давить надо, блядь. Ну, давить, ну, месяц подготовки. Вообще, мы правильно делаем, правильно делаем, что мы здесь находимся? Так что их давить, гадов, надо. Это правильно. Но давить-то по уму, блядь. Обученным войскам не надо столько. Есть же у нас люди, есть кому может. Ну, дивизию, две, три, сколько надо? Собрал, блокировал, все стрелки в то вложили. Колючие проволки, эту к***ю можно четыре раза обмотать. Никто не вылезет, воздух прикрыл. Куда он денется, этот Дудаев? Здесь, на госпитальной улице, в центре города Грозного, где ведет бой на подступах к дворцу Дудаева армейская группировка «Север» генерала Рохова, слава богу, никто не болтается под ногами. Здесь нет болтунов депутатов, корреспондентов и других проходимцев, в глаза не видевших передовой, но трещащих о чеченской войне безумолко. Здесь не увидишь блажного старичка, вдохновляющего бандитов убивать русских солдат и жечь наши танки. Не увидишь других миротворцев, здесь, на передовой, рот такого рода публики затыкают прикладом. И что смешно и поразительно, здесь каждый солдат и каждый комбат умнее всей Государственной Думы. Передовая, фронт, ад. Передовая, фронт, ад. Слушайте, а правда, что среди солдатиков отказа в бой идти не было, еще ни одного? Не было. Рвутся наоборот. Рвутся? Конечно. Сам, что ли, попросился? Да, я два раза подходил к командир полка. Сам просился? Да. Много у вас таких, которые сами просились? Да там весь полк. Здание больницы обстреливается непрерывно крупнокалиберными снарядами от дудаевской техники, собранной за дворцом. Здесь, семью ступеньками ниже, в полуподвале, штаб Рохлинской группы «Север». «Север». Это мы или по нам? Это по нам, да? Это миночка или что? Скорее всего, это снаряд. Снарядик? Да, там, просто снаряд. А у меня как-то создалось впечатление, что помещение, в котором мы находимся, несколько, я бы сказал, горит. Это справедливое впечатление? Говорит, да, дома? Я смотрю, тут у меня объектив запотевает. Ну, то есть сопротивляются отчаянно они, да? Отчаянно сопротивляются. Сопротивляются, победим. Это понятно. Много у них там во дворце народу? Народу? Так, у меня записано. Четыре тысячи. Дежурая техника. Очень долго за дворцом. За дворцом? Да. Странный генерал. В своих треснутых очочках, камуфляже, на передовой, в рассыпающемся и горящем доме, ласковый и невозмутимый, даже не вздрагивающий, когда в его раскаленный, по-банному, от пожара полуподвал рявкает очередной снаряд, так не похожий на генерала. И так беззаветно любимый даже самыми злыми языкастами, кроющими всех и вся солдатами. Погами топчем. Генерал-лейтенант. Да я ему, блядь, сапоги буду целовать. Вон, впереди солдаты идут, блядь. Разве можно генерал-лейтенант, блядь, генерал-лейтенант. На БТР впереди, блядь, всех идти. И не остановишь его ничем. Он действительно... Ты про льва? А что ему? Да. Что ему остается делать? Он сам в прорыве, блядь, весь этот корпус в прорыве. Все, кто идет, он держит вот так. Такие офицеры вот идут за ним. Еще вечером казалось, что удалось подавить большую часть вражеской техники и выбить из высотки напротив позиции снайперов и гранатометчиков. В действительности удалось разнести переднюю линию, где на их огневых точках положили массу дудаевских наемников. Это четвертка, судя по документам из Афганистана. Но с утра, с утра все началось еще жесточе и еще кровавнее. Субтитры сделал DimaTorzok Три, четыре, быстрее, тот же! Пошел, блядь! Автомат, бой там! Так, автомат, бой там! Слава? Да. Отдевки давай! Отмашу, вот двое. Так, поступь ко мне! Бегом, блядь, на этот самый... Кто-нибудь, на лесу! Отдай, не с ней! Отдай, не с ней! Отдай, не с ней! Пусть идешь, он на конце! Сюда, Россия! Ты еще насилки, блядь! Чего? Что? Рачь, за воде. Требю, голосило. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...